Приветствую, друзья! Это делается, закрыв дверью. Вот я читаю. Вот смотрите, внимательнее. Люди с высоким напряжением, то есть в стрессе, могут совершать подвиг, а могут застыть в оцепенении. Они зависят от обстоятельств. Например, сразу реагируют ассоциациями, не дослушав мысль до конца. Пишут сразу критические комментарии. Это называется суженное внимание, узкое сознание, туннельное зрение. Поэтому, чтобы обрести широкое внимание, научиться дослушивать собеседника и мысли целостно, нужно тренироваться с нулевым состоянием, подбирая для достижения этого состояния нирваны, то есть покоя и безмятежности, действия синхронные к текущему состоянию в моменте. Например, если хочется плакать, то плакать, если хочется зевать, то зевать, или дрожать, или делать то, что вам хочется, как маленькие дети. И делать это хотя бы 5 минут в день, закрыв двери. Научившись выходить в ноль безмятежности, таким образом, то есть играя в свою игру, как дети, в режиме наименьших энергозатрат, можно восстановить силы, энергию, а с этой уже энергией размышлять о желаемых задачах и мечтах, то есть переходить в поток без страха стереотипов мышления, да, без страха стереотипов мышления, и там творить и изобретать. Вот теперь попробуйте вот это всё, что я сказал, выразить более коротко, как говорил большой писатель, чтобы мыслям было просторно, слова были короткие, да, и тем самым вы научаетесь быть писателями, быть философами, чтобы вы могли мысль свою выражать очень ёмко и очень просто. Потренируйтесь, но всё-таки для этого нужно выходить на нулевое состояние покоя, безмятежности, и, как я сказал, играть в свою собственную детскую игру, потому что даже взрослый мужик, как я говорил в одном из роликов, когда у него температура, он начинает капризничать, он начинает капризничать, капризничать, он превращается, как в дети, потому что у него снижается режим энергозатрат, и вот его мама, или его сестра, или его жена, или его друзья знают, что он болен, и говорят, ну пускай раздражается, пускай капризничает, потому что знают, что он так выздоравливает. Поэтому играйте в свою собственную игру, закрыв двери, чтобы никто не подумал, что у вас уже с головой, как говорится, ку-ку. До встречи!